Друзья, всем привет на канале Семьи Савченко. Сегодня у нас продолжение видео о братья-миссионере Гедеоне из той миссии в Малавы, где трудится наша Нелечка. Она также трудится с другими миссионерами, как Диана и девочки из Семьи Шнайдрук из Миннесоты. Сегодня я переведу вам то, о чем рассказывал брат Гедеон в нашей церкви. Наш пастор знакомит церковь с братом Гедеоном, говорит о том, что он миссионер как раз на той станции, где трудится наша Нелечка. Это второй год ее там. Мы много слышали о ее труде, много свидетельств. Ну, а сегодня мы уже услышим от самого брата Гедеона. Для меня большая радость быть сегодня среди вас. Я никогда не думал, что когда-то я смогу поплывать здесь. Пока я находился здесь, в Америке, я подумал, раз Нелечка у нас трудится там на миссии, я должен познакомиться с ее родителями. Большая благодарность пастору за то, что он разрешил сегодня мне поучаствовать. Сегодня я здесь нахожусь с Максом. Он там сзади сидит. Одна из моих дочерей замужем за его братом. Они из Талсо из Оклахомы, из Русской Церкви. И мы из одной Русской Церкви в другую ездим по Америке. Шесть недель я уже в Америке. А в следующей неделе я уже улетаю домой. Я хочу сейчас помолиться, а потом расскажу вам о труде, который мы совершаем в Африке, и как Господь работает там. Каждый раз мне задают один и тот же вопрос. Ты приехал из Африки, а как же ты белый? Хочу сразу сказать, что мои предки, они сами из Франции. Много-много лет назад было гонение, и с помощью датских жителей они приехали в Африку, в Южную Африку, и начали там новую жизнь. И оттуда я, из Южной Африки. Много-много там живут людей, которые говорят на датском языке и французском. В течение многих лет Господь благословлял нас там, в Южной Африке. Южная Африка одна из самых замечательных стран в мире. У нас было золото и бриллианты, и платинум, все было, о чем вы только можете мечтать. Там было, в Южной Африке. Но прошли годы, и хотя наши предки, они все были настоящими христианами, они были настоящими, богобоязненными людьми, но в течение нескольких лет мы потеряли Бога там, в Южной Африке. И когда дошло до нашего поколения, это мы просто были язычники. Мой дедушка, мой прадедушка, мой папа, они все были фермерами. Фермеры, они были богатыми людьми там, в Южной Африке. И так я вырос. У нас всегда были деньги, у нас были большие фермы. И я всегда искренне думал, что Бог допустил испытания и преследования там, во Франции, чтобы люди привезли Евангелие черным людям. Но на протяжении многих лет распространение Евангелия прекратилось, и люди просто жили богатой жизнью, забыв о Боге. И так мне было уже 30 лет, я был алкоголиком, жил аморальной жизнью, заядлым курильщиком. Мое размышление было такое, «Бери от жизни все, что можешь, живи хорошо. Это лучше, чем быть лицемером, ходить в церковь и все равно где-то в тайне грешить». Но в 30 лет я понял, что я был очень несчастным человеком. Иногда я смотрел на животных на своей ферме, на овец, на коров и думал, может быть, даже лучше быть коровой или овцой. У них нет никаких переживаний, никаких проблем. Я за ними присматривал, и они всегда были очень счастливы. В то время я даже не думал, что у Бога есть какое-то призвание для меня. И только после того, как чудным образом Бог спас меня, я был на пути в горящий ад. Бог показал мне после моего покаяния, зачем я был рожден, и Бог хотел, чтобы я служил и был миссионером. Я поступил в христианский университет и изучал Библию, теологию, и получил диплом, и я посвятил себя на полное время миссионером. И потом я работал на миссии в Южной Африке до того времени, как Бог призвал меня быть миссионером в Малавре. Каждый год мы с группой докторов и медицинских работников ездили на благовестие в разные страны. Это были глазные врачи, стоматологи, доктора. Мы ездили в некоторые страны и просили их отвезите нас, пожалуйста, в самые забытые места, где нет никаких медицинских учреждений. И мы ехали туда и лечили местное население бесплатно. И я ездил с этой группой медиков всегда, и когда люди приходили на лечение, я всегда имел возможность им благовествовать о Боге. И мы занимались этим много лет. Я всегда радовался любой возможности поехать, потому что это такая замечательная возможность принести благую весть о Боге. И вот в 2016 году мы поехали в Малавы. И правительство нас привезло вот именно в эту местность. Я помню этот первый вечер. Мы хотели им показать фильм Иисус. Но это был такой хаос, такой беспорядок. Я никогда не видел таких людей в своей жизни. Они не понимали ничего. они смеялись над каждым сюжетом. Они думали, наверное, что я приехал их тут веселить и развлекать. И они старались в любом сюжете фильма найти что-то смешное. Они постоянно ходили, шумели, тишины никакой не было. Я думал, что за затрата времени. Только потом я узнал, что эти люди, они никогда в жизни не видели белых людей. Никогда на этой территории не было ни одного миссионера. Уже не говоря и о церкви, никогда такого там не было. Они никогда не знали, кто такой Иисус, что такое Библия, что такое Воскресение, что такое грех. Я помню, один ко мне подошел и говорит, пастор, что такое грех? Он говорит, ты тут все говоришь, грех, грех, что такое, что вообще такое грех? Они не знали, что такое хорошо, что такое плохо. Они жили просто вот такой обособленной жизнью закрытого племени. Это племя находится в самом заброшенном людьми месте, сами по себе живут там. Они были отвергнуты государством, церквями, даже местные церкви боялись туда ехать. Они говорили, нет никакой надежды на этих людей, просто оставьте их в покое. Но в тот вечер, после того, как я совершил попытку показать фильм Иисус, я пришел в свою палатку, я был очень расстроен. Я думал, что мне тут вообще делать? Я не знаю, как достичь сердец этих людей. Они пришли ко мне, и там стояла женщина одна. Она спросила меня, ты вот рассказывал про Иисуса сегодня, ты думаешь, он может мне помочь? Я проститутка. И она потом еще рассказала про все свои грехи, и она спросила, вот этот Господь Иисус может мне помочь? Я сказал, конечно. Конечно, она могла чуть-чуть по-английски говорить. она сказала, что когда она была моложе, она ходила в школу и там выучила английский язык. А потом она вернулась в это племя, и в тот вечер эта женщина покаялась, отдала свое сердце Богу. Это было настоящее покаяние. Следующим утром она пришла к нам на миссию и мыла посуду, помогала там на кухне. Это был совершенно другой человек. У нее даже лицо моложе стало. Она такая радостная была и дружелюбная. И из-за нее каждый день, пока мы там были, больше и больше людей приходило к нам на миссию. Они слушали с интересом. В конце недели уже больше сотни людей собиралось на утреннее собрание, где я делился Словом Божиим и рассказывал им о Благой Вести. И когда пришло время нам уже уезжать, они ко мне подошли и сказали, ну что, белокожий, ты нам рассказал про Иисуса, а почему ты уезжаешь теперь? Ты что оставляешь нас? Я не знал, что им сказать. Я им сказал, ну, Бог знает, держитесь, Благой Вести, которую я вам рассказал. Конечно, не знаю, я не знал, что им сказать. Они мне сказали, а ты не можешь сюда вот переехать и помочь нам здесь. Но знаете, этот народ, это совершенно другой народ. Они настолько были бедными. Я никогда в жизни не видел такую нищету. Их жизнь была такова, просто живи, чтобы не умереть от голода. Они жили в таких травяных хижинах, никакой мебели, просто спали на полу и на грязи. У каждого мужчины четыре жены. Это легальные жены, законные, мы не говорим от тех, которые незаконны еще. А потом дети от каждой жены, от каждой женщины в разных деревнях. Много, много, много детей, сотни, сотни детей везде. В среднем где-то у одного мужчины 40 детей. А дети, они не знают, что такое любовь. Они не знают, что такое семья. Они просто растут на полях, гоняются за птицами, мышами, просто чтобы выжить. Никакой дисциплины. Родители пытаются с палками за ними бегать, чтобы хоть как-то поймать их, контролировать, и не могут. Это просто хаос. Я никогда не видел такой темноты в жизни. И вот эти люди, они хотели, чтобы я приехал и жил среди них. Вы знаете, как они неприятно пахли? Они никогда не мылись. Только когда шли дожди и вода была там в ямах, они немножко стирали вещи свои. У них никогда не было мыла, они никогда не видели туалетов, они никогда не мылись в душе. Это была такая темнота и никакой цивилизации. Никто не умел ни читать, ни писать, школу никто не ходил. И вот таких людей мы встретили там. И я подумал, Господь, как я могу поехать? Да, можно поехать благовествовать, но как жить среди них? Я не был готов. Но тогда я им сказал, если вы мне дадите бесплатно землю, что мне не нужно будет за аренду платить, я тогда буду молиться об этом еще подумаю. Я знал, что это невозможно. Никто там не дает земли бесплатно. Это никто не слышал об этом никогда. И я думал, ну, одни отстанут от меня. Я вернулся обратно в Южную Африку, но эта мысль не оставляла меня в покое. Пастор, ты нам рассказал про Иисуса, а что теперь нам делать? Ты что не хочешь приехать и помочь нам? Оно все время меня мучило. Я молился, но эта мысль все время меня преследовала. Я поехал на главную миссию туда, в Южной Африке, поделился с ними своими переживаниями. Они мне сказали, ну поезжай туда, еще раз, съезди и посмотри, может быть, Господь как-то тебе откроет. И в скором времени я действительно поехал туда, на пару недель, просто проведать их, и они нам подарили землю. К моему удивлению, вождь этого племени подарил нам землю и много земли, 84 гектара. Это довольно большой участок земли. И тогда Господь заговорил к моему сердцу. Это было очень ясно, что Господь хочет, чтобы я там был. Мне нужно было просто поднять глаза и посмотреть и увидеть, что жатва уже созрела. Господь мне говорил, иди и пожинай то, что ты не сеял. Через короткое время я поехал туда с таким маленьким вагончиком, припарковал его под деревом. Земля, которую они нам подарили, там были сорняки, колючки, тернии. Еще одна очень грустная вещь об этих людях, что там нет молодых людей, потому что когда им исполняется 10, 11, 12 лет, их отправляют в исправительные школы. Эти инициативные школы это ужасное зло. Вы просто себе не можете представить, насколько это зло. Девочек берут и отправляют к ведьмам, и этих девочек учат знаниям, которые только замужние женщины должны знать. и потом они идут и должны в практике все это испытать. Кроме того, эти ведьмы обладают злыми духами, которые также передают этим детям. И вы просто представьте себе, с чем я там столкнулся. Девочки беременные в 11, 12, 13 лет, потому что самая главная цель этих школ это чтобы девочки в практике это все учились. Если же они не идут в эти школы, их тогда не принимают в обществе. В этом возрасте они должны оставить детство и принять то, что они взрослыми стали. И с мальчиками происходит то же самое, тоже инициативные школы, их там учат вот эти старшины и колдуны. И тоже от них ожидают все делать на практике. И вот поэтому у них там нет молодежи. А все потому, что из ребенка человек сразу превращается во взрослого. Когда девушке исполняется 25, она уже с детьми считается достаточно старой. А детей там, как я говорил, сотни, сотни, везде. может быть даже тысячи. И никакой надежды на хорошую жизнь. Где им найти работу? Это же маленькая деревня, малюсенькая ферма, где они могут вырасти чуть-чуть, может быть, чтобы дотянуть до следующего сезона. И все. И так просто все живут. Я даже подозревать себе не мог, что такое может происходить. я об этом узнал позже. Я просто знал, что Бог хочет, чтобы я там был. Я был уверен в этом. Моя единственная просьба была, чтобы они подарили нам землю. И что? Господь мне очень ясно ответил. Ну и вот, сижу я на этой земле под деревом. Моя семья со мной не смогла приехать в тот раз. Это было довольно трудное решение, потому что нам нужно принять было тот факт, что мы можем здесь просто умереть. Это люди такие, которые могут тебя запросто убить. Это такая духовная тьма, которую вы себе даже представить не можете. Но интересно, что Господь на мое сердце положил это бремя об этих людях. Я поехал, туда, я приехал туда, и вот в своем маленьком вагончике. И только потом я понял, почему вождь дал нам эту землю. Эта земля граничит с большим национальным парком, где у них там сотни разных животных. И на той стороне там река, и там красивые здания. люди приезжают со всего мира, останавливаются, их возят по сафари, показывают им животных, слонов. Но знаете, наши слоны, они не уважают забор. Они подходят к забору электрическому, засовывают туда свои бивни и поднимают этот электрический забор. Он касается электричества, электричество отключается, забор падает, и они просто все выбегают из этого парка. И поэтому никто никогда даже не пытался облагородить эту землю. Это была земля не людей. Это была земля слонов. Я не знал об этом. Я думал, ну хорошо, вот же нам подарил землю, вот один день я сижу вот около своего домика, и подъезжает охранник с этого национального парка. Он слышал, что тот белый человек какой-то ненормальный сидит тут в кустах из другой страны приехать. Он ко мне приехал, говорит, ты что тут делаешь? я ему объяснил, что вот приехал, Бог меня призвал, вам приехал помочь. Он говорит, что ты ничего здесь не делаешь, это земля слонов, ты не сможешь ничего здесь выращивать. Слоны все тебе попортят, ты увидишь. И он сказал, ну ладно, удачи тебе, и уехал. И я стал молиться и говорить, господи, что такое? И может быть, я тебя неправильно понял? Но этого не могло просто быть. И в сердце я услышал голос Божий, не слушал людей, я тебя сюда послал. И что я сделал? Я позвал людей из деревни и сказал, слушайте, давайте почистим все эти сорняки, я дам вам работу. Я вам сейчас не могу заплатить, но я уверен, что мой Бог, который призвал меня сюда, он вам заплатит, я уверен. У меня нет с собой никаких денег, я просто миссионер, но у меня есть Бог, я ему доверяю, он вам заплатит. мы начали работу, стали убирать сорняки и деревья, но скоро, но вскоре тут показались слоны, шесть, двенадцать слонов, они подходили к деревне и снимали травяную крышу, эти слоны забирали кукурузу у людей, все съедали, уходили, все разрушали у нас. В один день мой друг приехал из Франции, я поехал в аэропорт, чтобы его встретить, едем мы из аэропорта и нам навстречу несколько слонов, я так пытаюсь объехать их, показать ему вообще вот, как мы тут живем, он а он вышел из машины и побежал к слонам, у него был такой фонарь, я думаю, о, что он делает, сейчас его там затопчут, когда они слоны делают так ушами махают, все, к моему удивлению, слоны стали убегать от него, я подумал, ага, они боятся света, и мы заказали с Амазона много фонарей, самые сильные, которые вы можете себе представить, можно носить в руках их, и долгое время слоны не приходили, боялись они этого света, и у нас была возможность очистить поля, и вот год назад правительство изменило закон, и они в этом парке построили еще электрический забор с металлическими шипами, теперь никаких проблем со слонами нет, теперь они никогда не выбегают, и люди могут спокойно заниматься земледелием, у нас замечательная земля, очень плодородная, в начале у меня была какая-то обида и недовольство, я думала, что за землю нам дали, но Господь показал мне, насколько я был неправ, если бы это была хорошая земля с самого начала, люди бы там жили, и нашей миссии никогда бы не досталась эта земля, но из-за слонов мы эту землю получили, вот так вот я коротко вам рассказал, как мы начинали там, было очень много, конечно, проблем, я немножко расскажу вам, как я нашел милость в глазах этих людей, чтобы вы могли просто представить себе, как эти люди могли принять меня, что они мне доверяют, и сегодня мы семья, у нас более 250 обращенных людей, 118 школьников на миссии в школе, они настолько голодные по слову Божьему, им только обнять их нужно, они настолько голодные просто по любви, у них никогда этого не было, до этого они просто выживали и жили просто как животные, и вот после первого года, когда мы почистили довольно большой участок земли, я посадил кукурузу, и очень хорошо у нас она выросла, красивая кукуруза, мы собрали урожай 250 больших мешков, для меня это было такое большое достижение, что в первый год мы уже столько собрали кукурузы, и Господь так все устраивал, что каждую неделю откуда-то Господь мне давал деньги, чтобы я заплатил работникам, а здесь мы собрали кукурузу, собрали, уложили все под крышу, и почему-то перестали деньги приходить, первую неделю нету денег, я говорю, ну, ничего, на следующей неделе, вторая неделя, третья неделя, четвертая неделя, пятая неделя уже прошла, каждое утро мы собирались на общение, на молитву, Бога всегда, я учу их ставить на первое место, прежде чем мы начнем работать или что-то делать, всегда принести славу Богу и поклониться Ему, каждое утро я проповедую перед тем, как мы идем работать, я знал, что они думали, где твой Бог, что-то ты нам не можешь заплатить, я так думал, что они так думают, и может быть они так и думали, 6 недель прошло, нету денег, 7 недель прошло, ничего, как я себе это представлял, я думал, что я продам эту кукурузу попозже, когда цена поднимется, обычно когда жатва, то цена низкая, а потом продам и будет больше денег, растяну их побольше, у меня было настолько нервное напряжение, я вообще ничего не понимал, что происходит, я больше не мог улыбаться, каждый день я ходил к моему дереву около моего дома, я говорил, господи, что ты делаешь, эти люди меня просто убьют, может быть лучше, пусть они меня убьют, потому что я уже не могу это вынести, я говорил, господи, я отдал, всю свою семью посвятил, я один здесь живу среди этой глухоты, моя семья далеко, я все для тебя посвятил, я был настолько смелым, что я даже говорил им про тебя, сказал, что ты никогда не оставишь, ты заплатишь им, а ты не даешь ничего, почему, что случилось, и вот седьмая неделя прошла, и господь в мое сердце сказал, у тебя там лежит 200 мешков кукурузы, почему ты не заплатил бы кукурузой людям, но я говорил, но, но, знаете, как мы говорим Богу, но, но, ну, хорошо, собрал я всех людей, и спрашиваю их, будете ли вы довольны, если вам заплачу кукурузой, да, да, это замечательно, правда заплатишь нам кукурузой, конечно, в общем, назначили цену, все заплатили, раздал я всю кукурузу, фух, я думал, я выжил это, бать, следующая пятница опять надо платить, ладно, доживем, до следующей пятницы посмотрим, и вот после этой седьмой недели решил я поехать в город, и взял я с собой одного человека из моих работников, и он мне говорит, пастор, ты слышал, что люди говорят о тебе, я говорю, нет, я же не понимаю, что вы там говорите, он говорит, они, люди говорят, мы следили за этим белым человеком, помнишь, он говорил, что он приехал помочь нам, что его бог послал к нам, но мы слышали, что белые люди, они любят деньги, у них всегда большой кошелек так отпирает, и прежде чем они заплатят другим, они все оставляют себе много, и мы думали, что он сделает с этой кукурузой, но сегодня мы увидели, он честный, мы теперь ему точно можем доверять, он вообще себе даже не оставил кукурузу, и сегодня мы его принимаем, он настоящий, он может быть нашим лидером, и с сегодняшнего дня мы пойдем за ним, куда он поведет. Друзья, когда я это услышал, я просто расплакался, я сказал, господи, я такой грешник, какой же я миссионер, мне нужно еще проповедовать, я еще и с богом воевал, я вообще не достоин этого, я очень быстро научился тому, что господние пути это не наши пути, и если ты хочешь быть миссионером, то приготовься, господь будет с тобой работать. С того дня начались обращения у нас в церкви, люди приходили, каялись, жизнь их менялась, и теперь ферма это у нас место, где люди могут работать и зарабатывать деньги. Через эту работу их сердца становятся очень мягкие, у них никогда в жизни не было работы, а теперь у них есть деньги, они могут покупать одежду, они могут покупать мыло, дома свои обновлять, у них вся жизнь изменилась, потому что у них появилась работа. И теперь мы разработали землю, мы посадили тысячи и тысячи манго-деревьев. Эта земля, она просто предназначена для того, чтобы выращивать деревья-манго. мы хотим, чтобы у нас на нашей ферме было достаточно продуктов, чтобы мы могли содержать свою школу и свою миссию, чтобы мы могли ездить на благовестие сами, без посторонней помощи. Сейчас за пять лет, которые я там живу, мы много уже сделали, вижу большие результаты, сейчас я вам покажу, и мы стали уже большой дружной семьей. Мы любим все друг друга, я всех этих людей очень люблю, и теперь моя жена вместе со мной, и наши две дочери с нами, и теперь смотря назад, я благодарю Бога за то, что Он проявил ко мне такую большую милость, я Его благодарю за милость, за благодать, за то, что ты так со мной работал в начале, что ты не забыла обо мне. Это миссия, это поле, инструмент, через который может быть еще сотни и сотни людей придут к тебе. Ну и также мы видим противостояние сатаны, когда мы вступаем на его территорию, мы видим, что много опасностей вокруг, и люди многие недовольны, что мы там, но нас сейчас так много, мы уже, про нас уже даже знает правительство Малауи, и теперь не так просто, чтобы нас уничтожить там. Это просто я так коротко вам хотел рассказать, как мы там живем, и сейчас давайте посмотрим слайды. Все началось из миссии Кваси Забанду из Южной Африки, переводится как место, где я помогаю. Это наши мальчики около школы, замечательные, хорошенькие, красивые мальчики, мы их учим всем мужским делам, как нужно крышу крыть, как нужно плитку класть, они как губка впитывают все в себя, они некоторые очень настолько умные, они схватывают любой предмет, нет у нас наркотиков, нет порнографии, нет денег на это, слава Богу, поэтому они учатся всему хорошему там. Это наша школа, мы поставили два контейнера и сделали крышу, это наша школа, потом мы хотим построить новое здание для школы, а это мы приспособим под что-то другое, а это наши маленькие девочки, они настолько добрые, хорошие, красивенькие, их сердца готовы к принятию Иисуса Христа, представляете, через 10 лет они станут сами миссионерами для своих людей. У нас в школе 118 учеников, это моя дочь, она занимается с маленькими детьми, которые ничего не знали в жизни, они даже не знали, как пользоваться унитазом. Они страшно боялись, они смотрели туда в дырку и боялись туда провалиться. И еще и смываешь, когда, какой страшный звук делает, они не хотели подходить близко к этому унитазу, нам нужно было учить. карандаш. И она научила их, что такое карандаш, хорошо держать в руке, он может рисовать, что такое книжка, что такое ручка, это мое, да, я могу это себе оставить? Для них это настолько было такой подарок, и тетрадка, и ручка можно писать еще. Это для них огромный подарок, что вот вы можете подарить для них. Она учит их, как вести себя в школе. Это у нас день, когда награждают, вот что я вам показывала в начале этого видео. Это у нас большой замечательный праздник. Все дети приходят сюда, и все их мамы приходят, они прибегают тоже. У них никогда раньше не было такого счастья. Мой ребенок в школе может учиться, ему еще и подарки дарят, ему и призы какие-то. Они себе даже такого представить не могут. Никогда им никаких подарков не дарили до этого. И они замечают вот эту разницу мирских людей, а эти христиане приехали и вот так заботятся о нас. Это приехало правительство к нам на миссию, просто так приехали, дети быстренько построились, спели для них песню, дети могут говорить по-английски, правительство, конечно, были в восторге от этого, что дети из деревней могут говорить по-английски, и они так одеты, воспитаны. это просто вот такой дом, в который живут люди в деревнях. Вот это куда приходят слоны, вот так крышу снимают и могут все забрать из дома. По милости Божьей, мы строим вот такие вот дома сейчас людям. Это мы построили дом для девочек, это на миссию наживу девочки. У них есть столы там, где они могут сидеть, а это дом для мальчиков. Вот они видите тут сидят. У них есть шторки, полки, у них есть пол настоящий, у них есть кровати, что у мальчиков, что у девочек. Они сами построили эти кровати, сварили из железа. Парты у них есть, настоящий душ, туалет. У не та стоит. Это третий дом, который мы построили недавно совсем. Тоже видите, есть все полочки, кровати, и душ, и туалет с раковиной. Вот мальчики здесь сидят. Мы свет поставили, свет, лампочки. И мы все скажем, что только Бог мог это сделать. Откуда эти люди пришли, и что сейчас с ними происходит. Вот посмотрите, в каких домах живут люди обычно. Это одна комната, папа, мама, все дети, все спят на полу. Сами думайте, как вся семья помещается, как они живут. У них там кухня, как старомодная такая. У них там никакой гигиены нет. В последующие годы мы хотим построить хорошую большую кухню с плиткой на полу, с плитами, готовить, чтобы так по-настоящему. Вот так у нас сейчас готовят наши сестры. Дети выстраиваются перед школой. Мы их кормим несколько раз в день. Дети приходят из деревень. Они приходят очень голодными. и сначала их нужно накормить, а потом уже учить. Это мой дом, где я живу со своей семьей. Я в том маленьком фургончике жил три года, а потом мы привезли два контейнера. Мы с женой живем на первом этаже, и моя дочь и зять, и мои дети живут на втором этаже. У нас все на солнечных батареях, наш колодец, наш свет, все на солнечных батареях. Это внутри нашего дома. Очень у нас хороший дом, моя жена очень счастлива, ей не нужно идти на улицу посреди ночи с фонариком, там где скорпионы лазят где-то. У нас все есть в доме, я вижу, что она уже освоилась тут. Это на втором этаже, наша дочь с детками живут там, сами это все построили мы тоже. Недавно они сделали ремонт там тоже, это их спальня. Мы вообще очень хорошо живем в этом контейнере под деревом. А почему вы под деревом живем? Потому что когда контейнеры привезли, то нужно было зацепить за что-то, чтобы их спустить на землю. Поэтому мы завязали контейнеры к дереву, трактор отъехал, контейнеры упали на землю и наш дом поэтому на этом месте стоит. У нас есть трактор, нас есть другие приспособления. Господь нас очень благословил, чтобы мы могли заниматься земледелием. Это наши работники собираются каждое утро в 5 утра перед работой. Для меня это радость. У нас такое правило, что если ты не пришел на общение утром на молитву, то никакой тебе работы, никакой тебе зарплаты. Никогда нет с этим проблем. Все они приходят, любят очень общение, молитву. Это вот так я выгляжу, когда я работаю на поле с работниками. Это наша маленькая кукуруза. Это вот она уже подросла. И вот этот мальчик, он когда пришел к нам, он уже был слишком большой для школы. И он уже учился где-то и сказал все уже я уже слишком большой, уже хватит мне уже учиться. Мы говорим ну ладно, знаешь математику, нормально. Обучили его как ездить на тракторе. он настолько ответственный, он все делает так хорошо, лучше, чем некоторые взрослые. Вот он ездит туда, сюда, в деревню заезжает. И представляете, мальчики в деревне, которые не ходят к нам в миссию, неверующие смотрят на него, думают, этот парень на тракторе ездит, они самое большое, что знают, это велосипед может быть. Это наше соя растет. Это наш сарай для всяких инструментов, машин. Это внутри, мы сейчас только недавно расширили его, и крышу построили, полки всякие положили, построили, и наши инструменты там лежат. Это наша плантация манго. Мы сажаем дикие деревья манго, которые растут около деревень, и прививаем хорошие растения манго, и очень хорошо выживает, у нее хорошая корневая система, и приносит очень хорошие плоды манго. Это у нас первый урожай был. Женщины собрали, они все носят себе на голове. Они 50 килограммов могут носить на голове. У нас очень много женщин на нашей миссии, и они очень хотят все работать. Вы знаете, вот эти женщины, которые живут в деревнях, это просто женщины без прав, они просто рожают детей, и все. Эти женщины, которые у нас на миссии живут, у них есть у всех дети, у них нет мужей. Мужья их бросают, 1-2-3 ребенка бросил, следующий пошел моложе или просто другой. Они продавали свое тело, они должны были хоть как-то зарабатывать, чтобы кормить своих детей. А теперь на миссии они у нас работают. Они не должны заниматься больше грязными делами. У них теперь есть достоинства. они больше не стыдятся себя. Они хорошо работают, у них есть свои дома, и они не собираются возвращаться к старой жизни. У нас также есть проект овечек. Я был фермером, раньше у меня было много овец, и я знаю, как заниматься с овцами. Посмотрите, какие у нас красивые овцы. И чем больше их будет, будут размножаться и будут гулять у нас между нашими манго-деревьями. Последующие два года мы хотим посадить 20 тысяч манго-деревьев у нас на миссии. Может быть, еще три года у нас уже будет урожай. Это наша рабочая сила. Все эти люди, они все обратились ко Христу. Вы просто не представляете, какую радость я испытываю. Это наш менеджер нашей фермы. Это наши женщины работают. Они совсем не боятся работать. Это у нас сваркой занимаются молодые работники. Они также учатся, как класть плитку. Они очень хорошо это делают. Им это очень очень нравится. маленькие мальчики они всегда хотят помогать. Где только видят, сразу бегут помогать всем. Ну, конечно, здесь немножко преувеличено, насколько быстро они работают. Они очень проворные. Это кирпичи, которые мы покупаем у местного населения. эти люди до того, как они узнали Бога, они настолько привязаны к колдовству. Но когда Господь их спасает души, Он освобождает их души и сердца. И это по-настоящему хорошие люди. Это наш мальчик, он сирота, они учатся, как нужно готовить, шить, печь. это наша церковь, и у нас есть несколько хоров. И они едут с нами, когда мы едем благовествовать в другие деревни. И они поют. И они очень смело поют. Это когда я здесь уже в Америке был. У моей жены был день рождения. Вот она в середине стоит в кофточке. В белом платье моя дочь. Рядом с Нелечкой стоит моя другая дочь. Три еще сестрички они из Миннеаполиса. И последняя, то есть первая слева стоит сестричка, она приехала вместе с нами из Южной Африки Рили. Это еще один хор, это у нас миссионерский хор. Они поют о том, что Иисус дал мне одежду, Иисус дал мне дом, где я могу жить, Иисус дал мне возможность учиться, но важнее всего Он дал мне спасение. У меня мир в моем сердце, у меня радость, никто не может у меня забрать ее. Это сестричка Диана, она там живет, она тоже с Миннеаполиса, занимается с детками. А вот таким образом мы ездим на благовестие, это у нас такой автобусик, дети просто туда забираются в кузов, это ж не Америка, там можно знаете много детей возить. Нет никаких правил. Они сидят на крыше и в кузове. А это вот у нас в доме, у моей жены был день рождения, и девочки пришли ее поздравить, и вот маленькая стоит сзади в полосатой кофточке, это девочка, которую мы адаптировали, у нее никого вообще нет, но очень умная хорошая девочка. и духовно тоже растет и уже проповедует другим. Это семья, которая у нас живет на миссии. Это моя внучка бежит там тоже среди деток. Вот так это если вкратце рассказать о нашей жизни там на миссии. Спасибо большое за то, что вы послушали и пусть Господь вас благословит. Дорогие наши друзья, благодарим всех, кто досмотрел это видео до конца. Надеемся, что оно было благословением для многих. До следующих встреч. ПЕСНЯ КАКГАВИ